Ежегодно, вот уже на протяжении 16 лет в стране отмечается День работника культуры. Музыканты, художники, актеры и хореографы принимают поздравления. Ведь эти люди посвящают искусству всю жизнь. А Люберецкий округ богат талантами. А в одном из творческих коллективов расскажет Анастасия Кладинова. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Екатерина Тюняева посвятила жизни хореографии. Творческий путь начала в детстве. С восьми лет занималась спортивно-бальными танцами. В двадцать ушла в современную хореографию. После чего окончила Московский государственный институт культуры. Но тогда еще не задумывалась о создании своего танцевального коллектива. Мне предложили работать в детском саду, ставить номера для праздников. Так мне это дело понравилось, что мы решили с родителями. Мы мечтали с родителями детей, с которыми мы выступали, что создадим свой коллектив и будем ездить по городам гастролировать. Вот так мечта оказалась реальностью. За десять лет вместе с учениками посетили Ялту, Казань, Сочи и множество других городов. Одна из самых запоминающихся поездок случилась в феврале этого года. Жар-птица приняла участие в фестивале в Санкт-Петербурге. Откуда они привезли гран-при. Гран-при награждается, а также грандом на сумму 25 тысяч рублей, хореографический ансамбельшар-птица! Это прям вот очень запомнилось, отложилось вообще в памяти. Это было очень здорово. А перед выходом на сцену, я, наверное, чувствую мандраж, но уже он сейчас такой полегче, чем было в самом начале, когда я пришла танцевать. Танец – это искусство. Екатерина Тюняева со своими воспитанниками оттачивают мастерство в современном и эстрадном направлениях, а все постановки придумывает самостоятельно. Творческий процесс, он разный, да. Бывает, услышишь какую-то музыку, она сразу наводит на мысль. Бывает, какая-то ситуация жизненная приводит к этому. Например, у меня есть номер, куда идет время. На него навела ситуация, что все часы у меня шли по разному времени. Так что, например, так рождаются танцы. Сейчас в коллективе занимается больше 70 учеников. Своим мастерством Екатерина охотно делится и со взрослыми, и с детьми. В культурно-досуговом центре под ее руководством 7 групп. Воспитанникам от 4 до 18 лет. Тут хорошие друзья, хороший педагог. Очень много чего научить. Мне тут очень нравится. За столько лет танцевальный класс – родной дом. Здесь Екатерина проводит большую часть времени. Ежедневные многочасовые тренировки – это не только работа, но и удовольствие. А за что вы любите своих детей? За моих детей. За возможность реализовывать свои какие-то желания, амбиции, мечты. За то, что у нас такие прекрасные дети, такие прекрасные родители, которые мне помогают в этом, способствуют, всячески поддерживают. За возможность творчески развиваться, конечно же, ставить свои постановки. Мы, как птица, удалы, о какие, о какие, людям круто танцевать, настроение поднимать.